Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о новостях социальной сферы вместе с нами в студии заместитель главы администрации Рязани Лариса Кархалёва. Лариса Анатольевна, добрый вечер. Здравствуйте! Начнем, наверное, с самой приятной новости. Два детских сада вводятся в Рязани в эксплуатацию, что называется, в ближайшие дни. И уже в эти сады полным ходом идет запись детишек. Как все проходит? Востребованы ли новые учреждения детского образования? Учреждения востребованы. Запись ведется в детский сад на Первомайке 55 в 33 сад со 2 ноября. На Михайловском шоссе в 34 сад. Запись ведется с 18 ноября. Я должна сказать, уже больше проектной мощности записалось желающих. Понятно, что это люди, которые уже и посещают сады, те, кто еще и не посещают. Просто люди хотят переместиться ближе к месту жительства. В общей сложности 410 мест мы запустим. До 25 декабря заканчиваются строительные работы. Возможно, на Михайловском шоссе они закончатся даже чуть раньше. И после 25 декабря начинаем направление детей в эти сады. После Нового года они уже фактически начнут работать. Мы обращаемся к жителям города принять участие в подборе названий. Это стало уже традиционным. Ждем предложений. Хотим, чтобы резонцы активно участвовали в жизни города. И, исходя из выбора, определиться и названием. А ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Поделитесь секретом, уже есть какие-то предложения от горожан? Есть предложения. Их достаточно много. По 33-му саду больше, может быть, потому что он в центре и более востребован. Хотя записалось детей на Михайловке больше, чем в 33-й сад на Первомайке. Желающих и там, и там достаточно. Ну, есть. Есть название, допустим, может быть, не стоит все оглашать. Есть и изюминка в этих названиях. Ну, мы готовы. Я могу, наверное, предположить, что на детском саде на Михайловском шоссе, так ли, да, сейчас там с именем Мишутка, Миша, как бы многое связано. И не один вариант. Ну, здорово. Лариса Анатольевна, насколько запуск этих двух новых детских садов решит проблему с очередью в сады? По трехлеткам, детям трехлеткам, проблема, насколько я понимаю, закроется вообще. Закроется полностью, да. Что касается детей в возрасте двух лет для ясельных групп. Насколько как бы решается эта ситуация сейчас? Мы открываем в одном и во втором саду группы для двухлеток. Но проблема этим, конечно, не решается, потому что желающих гораздо больше. До сих пор идет пересмотр использования помещений. И в этом году мы больше, чем в прошлом, открыли групп для двухлеток. Но, к сожалению, проблему эту не закроем пока. Пока не закроем, работаем над этим. А с трехлетками ситуация полностью закрыта? Полностью закрыта с трехлетками ситуация. У нас осталось, значит, в очереди 139 человек, при том, что 410 мест мы запускаем. То есть мы проблему закроем. Ну и вот новые сады востребованы, что называется. Не получится так, что они какое-то время будут поставить. В 1.33 записалось на сегодняшний день 257 человек. На Михайловское шоссе 452. Это уже больше нормы, которые предусмотрены. Ну и на Михайловском шоссе, конечно же, очень многое зависит от заполняемости того микрорайона, который построил именобороны. Вот мы видели на прошлой неделе. А как раз вселили. На прошлой неделе дали квартиры военным, и они вселились в дома. Поэтому, естественно, это очень востребовано. Своевременно открываем сад. Людям не надо будет ездить далеко с детьми, с маленькими. Это будет все в шаговой доступности в микрорайоне. Ну, совершенно неправильно было бы, с моей стороны, не поинтересоваться у нас о судьбе нашего крупнейшего учреждения дополнительного образования, Рязанского дворца детского творчества. Все знают, что на прошлой неделе произошло чрезвычайное происшествие, был пожар. И главный вопрос, который, наверное, волнует всех, кто так или иначе связан с дворцом, и детишек, и их родителей, когда дворец заработает в штатном режиме на полную мощность. Ну, дворец действительно самое большое учреждение дополнительного образования. Более пяти тысяч детей воспитанниками дворца являются. Исторически сложившиеся, более шестидесяти лет существует. Вот сгорание произошло в старой части дворца. Связано оно с проводкой, но официального заключения пожнодзора еще нет. Оно готовится. 18 числа это случилось вечером. Сама была там, принимала участие в эвакуации детей. Все действия наши признаны правильными по локализации пожара и по эвакуации детей. 20-го уже спортивная часть, корпус новый спортивный, начал свою работу. Бассейны, спортзалы и хореография в этой части работают с 20-го числа. С 23-го, со вчерашнего числа, большая часть основного здания приступила к работе. При этом в выходные весь педагогический коллектив и полностью коллектив дворца работал над генеральной уборкой, приводили в порядок. И работаем над косметическим ремонтом для того, чтобы в самое ближайшее время, я думаю, что в течение недели будет восстановлено полностью все помещения. Но основная часть детей занимается. Более 90% детей продолжили свои занятия. Переместили борцов. Зал просто был залит под кабинетом, где произошел пожар. Разместили в другом месте занятия борцов. Все остальные занимаются в дворце. Предполагали, что будем использовать и художественные школы, и музыкальные. Но нет, смогли быть и своими силами. Так что в ближайшее время в полном объеме дворец будет работать. Ну что же, это хорошая новость. Большое спасибо. И еще один вопрос. Наверное, может быть, еще рано его задавать и преждевременно. Но, тем не менее, Новый год не за горами. Традиционно на Новый год администрация города организует яркие, запоминающиеся мероприятия. Как все будет оно в этом году? Хотя бы часть предновогодних секретов можно раскрыть? Ну, в этом году, 10 числа официально будет включена вся иллюминация новогодняя. Причем сделано это будет... 10 декабря. 10 декабря, да. Сделано это будет как единое включение. Через автостанции можно будет, радиоавтостанции можно будет услышать это все сообщение. И в одну секунду весь город запылает в иллюминации. Это первое. Второе. Значит, в ожидании новогоднего чуда большой праздник на площади Победы. Шествие Дед Морозов и Снегурочек. В этом году праздник откроет самый главный Дед Мороз страны. Мы приглашаем московского Дед Мороза, человека, официального возглавляющего Российскую Ассоциацию Дед Морозов. Помимо этого, в МКЦ откроется уникальная выставка авторских работ фарфоровых кукол. Она будет абсолютно бесплатной для всех жителей города. Собраны работы многих художников. Это будет с экскурсией, с театрализацией, с инсталляциями. Очень интересная программа готовится. Большое количество елок. Их состоится в целом по городу почти 100 мероприятий. 33 елки, которые устанавливает муниципалитет, зажгутся в различных районах города. Помимо этого еще те елки, которые ставятся у торговых комплексов, у предприятий. 40 хоккейных коробок зальется. В прошлом году их было 33, в этом году 40. Ну и город приобрел еще дополнительные новогодние гирлянды. Улицы в Дашково-Песочне, в Московском районе, в Железнодорожном районе. Достаточно окраинные улицы тоже будут украшены. Ну что ж, что называется, ждем Нового года. В ожидании чуда. Большое спасибо. С хорошими новостями социальной сферы в нашей студии была заместитель главы администрации города Лариса Крахалева. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова